Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Итоги дорожных работ Карачаева-Черкесия подвели в управление федеральных дорог «Кавказ». В этом году стартует еще один крупный проект – строительство четырехполосной трассы Черкес-Клермонтов. 24 новеньких «Лада Гранта» и «Нивы» отправились по районным больницам. Им теперь медицинскую помощь смогут получать пациенты, проживающие в труднодоступной местности. Меня, конечно, во дворе отговаривали, но я говорю, я жить хочу. Привиться может любой желающий. В республике открыты 14 пунктов для массовой вакцинации. «Моя жизнь в твоих руках» на конференции школьникам рассказали об опасности употребления наркотиков, их влиянии на организм и о том, каким трудным бывает путь к выздоровлению. Глава республики Рашид Тимрезов в Пятигорске принял участие в рабочем совещании с начальником управления федеральных дорог «Кавказ» Русланом Леч-Хаджиевым. На встрече подвели итоги дорожных работ в 2020 году. В Карачаево-Черкесии был выполнен значительный объем работ. Из крупных объектов с двух до четырех полос расширено 11 километров федеральных дорог. Работы велись на подъездных дорогах к Черкесску от Пятигорска и Невыномыска. Дорожники Упрудор-Кавказ завершили первый этап капитального ремонта на двух участках от стелы Черкеска до железнодорожного переезда и на отрезке Адельхалка до Гехабль. Второй этап ведут в эксплуатацию к концу 2021 года. Капитально отремонтированы два моста в ауле Верхняя Тиберда и городе Тиберда. В 2020 году слоями износа защитили 43 километра трассы на пути к Черкесску и курорту Дамбай. В 2021 году планируется приступить к расширению до четырех полос 12-километрового участка подъезда к Черкесску, а также капитально отремонтировать два моста на пути к горнолыжному курорту Дамбай через реки Аманаус и Дамбай-Ульген. Стартует еще один крупный проект. Начнется строительство четырехполосной дороги Черкес-Клермонтов. Также в этом году продолжается проектирование объездной дороги маршрута в обход Черкеска. Рашид Тимрезов поблагодарил Руслана Леч-Хаджиева за большой вклад в развитие дорожной сети республики, ее социально-экономическое развитие и благоустройство и вручил ему орден за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Сегодня состоялось торжественное вручение ключей от новых легковых автомобилей медицинским работникам центральных районных больниц. Современные машины позволят обслуживать пациентов, проживающих в труднодоступной местности. Подробности у Мурата Джангезова. В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения до 2025 года первые 24 новеньких «Лада Гранта» и «Нивы» распределили по районным больницам. Эти автомобили предназначены для медицинских организаций центральных районных больниц, оказывающих первичную медицинскую помощь и расположенных в сельской местности. 27 декабря была видеоконференция Рашида Борисбевича и Михаила Бельча-Мурашко, комиссия РФ, где был обозначен вопрос о получении этих автомобилей. И нам разрешили желаемое количество, которое мы писали в программе модернизации, оставить. И мы теперь их поэтапно получаем, эти автомобили. Трудно переоценить роль служебного транспорта в работе первичного медицинского звена. Водители и главные врачи с интересом осматривают машины и тут же на месте принимают решение доукомплектовать авто средствами связи. Новые автомобили будут использоваться для консультации пациентов врачами, находящимися в других медучреждениях, доставки пациентов из труднодоступных мест для перевозки анализов, биоматериалов и так далее. Мы регулярно получаем автомобили скорой помощи. Благодаря тесной работе министра здравоохранения активно содействует. Мы получаем автопарк уже гораздо ощутимо в лучшую сторону изменений есть в автопарке. И вот была необходимость в лиховом автотранспорте, лиховые бывают. И благодаря руководству региона Рашиду Борисовичу год был объявлен годом медицины. Начало года очень вдохновляет. У нас была проблема постоянно с гемодиализмами больными, доставкой биоматериалов. Но так как этот год объявлен годом здравоохранения в нашем регионе, мы надеемся, это уже хороший знак. И если так будет дальше продолжаться, парк легковых автомобилей будет обновлен. В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения до 2025 года учреждения первичной медицинской помощи получат 64 легковых автомобиля. Мурат Жантьёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 16 850 человек. Из них 15 192 выздоровели, 814 госпитализированы. В Карачаево-Черкесии активно проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. В 14 медицинских учреждениях организованы прививочные пункты для массовой вакцинации. В Черкесской городской поликлинике побывал Мурат Жантьёзов. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии проводится в 14 медицинских организациях республики. Три из них находятся в республиканском центре, остальные в районах. Любой желающий имеет право на прививку. Для этого нужно сделать предварительную запись на портале госуслуг или прийти лично на пункт вакцинации. В настоящее время могут привиться все желающие жители города Черкеска по предварительной записи через сайт госуслуги или через медицину онлайн. Или непосредственно прийти в прививочный кабинет и предварительно записаться. Перед проведением вакцинации рекомендована консультация специалиста, например, врача-терапевта, чтобы выявить наличие патологии, обострения заболеваний, а также есть ли аллергические реакции. Да, как при обычной вакцинации, противопоказания – это беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет и наличие острых инфекционных, неинфекционных заболеваний или обострение хронической патологии. На этот момент нельзя прививаться. По словам врачей, все жители республики, получившие иммунизацию, чувствуют себя хорошо. Ни у кого не выявлено побочных эффектов. Были случаи, когда пациенты чувствовали легкое недомогание, но оно проходит на следующий день. Все явления ожидаемы, то есть описаны. У некоторых пациентов повышалась незначительная температура, обычно на второй день, до 38 градусов. Небольшое недомогание было и в основном жалобы на болезнь на смесь и уколы. Все жалобы проходят к пятым суткам, как и описано по инструкции, дополнительного лечения, какого-то они потребовали. Вакцинация от коронавируса – серьезный шанс избежать трагических последствий. По мнению врачей-инфекционистов, те, кто сделает прививку сейчас, без проблем переживут очередную сезонную волну пандемии, которую традиционно прогнозируют на весну и осень. Делать или не делать прививку от ковида, каждый решает сам. Да я давно собиралась, просто ждала, когда у нас начнется эта вакцинация. Меня, конечно, во дворе отговаривали, но я говорю, я жить хочу. Дома сколько можно сидеть? Хочется выйти погулять. Меня дочка записала через госуслуги позавчера и говорит, мам, давай, иди. Все-таки у тебя возраст уже. Я говорю, была бы я помоложе, может быть, не пошла, но мне, слава богу, уже 71 год. Хочется еще десяточек пожить. На сегодняшний день республика получила 842 дозы вакцины, привиты 722 человека. В январе ожидается поставка еще 6200 доз, а до конца года будет поставлено около 17 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Мурат Сен-Кюзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия. МЧС предупреждает, сегодня, а также 22 и 23 января, в горах Карачаева-Черкесии выше 2000 метров лавина опасна. Но сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Уже хочется потепления. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 7, минус 12, местами до 18 градусов мороза, днем минус 4, плюс 1 и местами плюс 1, плюс 6. На дорогах гололедится и снежный накат. В Черкесии без осадков ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 8, минус 10, днем 4-6, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится и снежный накат. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Ребенка из снега донес его до родителей, после чего упал без сил. Инструктор по агронолыжному спорту Замир Капушев спал с пятилетнюю девочку, которую родители потеряли во время схода лавины. Девочка упала на снег, из которого выбраться самостоятельно она не смогла. Молодой человек заметил ребенка, поднял ее и вместе с ней побежал вниз, где ее искали обеспокоенные родители. Инструктор по сноуборду Аслан Джириков – тот самый герой, который на видео в соцсетях бежит с ребенком на сноуборде, а затем загораживает с собой его от лавины. Благодаря слаженным действиям парней, маленькие дети здоровыми и невредимыми были переданы родителям, ожидающим их в нижней части склона. Карачао-Черкесия гордится каждым из вас, отметил Рашид Тимрезов. В республике заработала единая группа телефонного обслуживания службе судебных приставов. Создан единый номер, по которому можно обратиться каждый желающий, в том числе и юридическое лицо для получения информации по вопросам, относящимся к компетенции приставов. В нынешний период пандемии эта услуга особенно актуальна. Граждане могут узнать необходимые сведения об исполнительном производстве, не покидая стен своего дома. Также на официальном сайте Республиканского управления расположены единые телефонные номера групп обслуживания всех органов Федеральной службы судебных приставов России. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике создана группа телефонного обслуживания. Для группы телефонного обслуживания установлен единый номер телефона 8878-22-156-18. И график работы ежедневно, то есть в рабочие дни с 9 часов до 13 часов и с 13.45 минут до 18 часов. Моя жизнь в твоих руках – это название конференции, которая прошла в 16-й гимназии Черкеска. На встрече обсудили опасность употребления наркотиков и их влияние на организм человека. Специалист рассказала детям, как легко привыкнуть к зелью и каким трудным бывает путь к выздоровлению. В школах такие беседы начинают проводить уже с 4-го класса. Каждый квартал, помимо преподавательского коллектива, на встречу приглашают специалистов, надзирающих правоохранительных органов, представителей системы профилактики всех отраслей. Это сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и управления образования. К великой радости у нас в школе детей, причастных к употреблению наркотических психотропных веществ, нет. Совместно с участниками системы профилактики мы проводим квесты, мы проводим конкурсы антинаркотической направленности, проводим индивидуальные беседы с родительским комитетом. У нас при школе существует волонтерский отратонус, который ежеквартально проводит доверительные беседы с гражданами по месту жительства, то есть по обслуживанному микрорайону, раздача буклетов, конкурсы рисунков на асфальте и так далее. На таких мероприятиях очень много нового узнаем о такой проблеме большой, всемирной. Конечно, общеизвестный факт, наркотики приносят огромный вред здоровью, человеческому здоровью, его психике. Это важная тема, на которую нужно говорить, чтобы подростки знали о последствиях, потому что когда ты знаешь уже о последствиях, никогда не возникает желания попробовать это на себе, естественно. И я искренне надеюсь, что наше поколение сможет справиться с этой проблемой наркотиков. Сегодня 97-я годовщина смерти основоположника Коммунистической партии Советского государства Владимира Ильича Ленина. Мало кто знает, что 21 января 1924 года первый в стране деревянный памятник вождю пролетариата был установлен в Черкесске, тогда еще в станице Баталпашинской. Году спустя, 30 апреля 1969 года, на Центральной площади был открыт новый ныне стоящий памятник Ленину. Авторами монумента являются народный художник РСФСР, лауреат государственной премии СССР, скульптор Веленский, архитектор Ивеленская и Зайцев. Бронзовая пятиметровая фигура установлена на высоком постаменте и площадке, изготовленных из полированного гранита, добытого в горах Карачева-Черкесии. Каждый год представители Коммунистической партии в день рождения и день смерти возлагают цветы к монументу, а главная площадь республики и ныне носит имя Владимира Ленина. Таким был этот 21 день 21 года 21 века в Карачева-Черкесии. А прямо сейчас вас ждет встреча с доктором Брагиным. Приятного просмотра и ждите вестей.